Следователи, которые из-под земли достают, довели уголовное дело против покойника до приговора. Об этом уголовном парадоксе мы уже рассказывали. Андрей Лебедев умер в 2014 году, а в 2020 вдруг стал обвиняемым по уголовному делу. Причем покойного каким-то образом дознаватель полиции смог ознакомить с его правами. Так гласит полицейское постановление о возбуждении уголовного дела, копия которого, как там значится, также была вручена обвиняемому. А вот лежит и наш обвиняемый, которого, не знаю, во что он обвиняет, что он якобы какой-то мошенник. В феврале 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении умершего в 2014 году Лебедева Андрея Ростиславовича. Обвиняется в подделке свидетельства на землю. Ко мне приезжали, сказали, там какие-то дознаватели были, чего ли, что якобы дело завели на него. Я же говорила, что его нету, он и все свидетельство о смерти, и все показывало. И для меня вообще было это шоком, когда сказали, что на него уголовное дело завели. Это какое-то кощунство, углумление какое-то получается. Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно разъяснены права, предусмотренные в части 4 статьи 47 Уголовно-проциального кодекса. Ну а именно о том, что знать, в чем он обвиняется. То есть умершему было все разъяснено. 29 июля 2020 года. Суть дела в небольшом земельном участке, который местный совхоз передал Андрею Лебедеву еще в нулевых годах. И вот спустя 15 лет его вдруг обвинили в подлоге документов. Забегая вперед, скажу, что родственники нашли и предоставили суду документы, опровергающие всякий подлог. Но тем не менее, это абсурдное дело было доведено до суда. И сегодня по нему обвиняемому выносили приговор. С учетом того, что если человек совершил преступление, то он должен быть по судебному законодательству, по уголовно-процессуальному законодательству должен быть ответить за то, что совершил, и суд принято процессуальное решение верное. То есть это, извините, у нас можно любого из могилы поднять сейчас и возбудить на него дело. Он же все равно оттуда не встанет и не возразит ничего. В его действиях просто обнаружили состав преступления в ходе предварительного расследования, поэтому направили уголовное дело в суд. Суд примет решение в соответствии с законом. Ну а как он может себя защищать от сайта и права в суде? Для этого есть представитель. Муж ни в чем не виноват. Прошу суд оправдать моего покойного супруга Лебедева Андрея Ростиславовича. Вам не кажется, что это абсурдная ситуация с нами поселиться? Нет. Мы как представители органов прокуратуры непосредственно с целью защищать право потерпевшему, мы по-другому уголовным судом. Суд приговорил оправдать Лебедева Андрея Ростиславовича по предъявленному обвинению на основании пункта 2, часть 1, стать 21 АПК РФ за отсутствие его деяния данного состава преступления. Признать за Лебедевым право на реабилитацию. Как прокуратура оценивает решение суда? Скажите, пожалуйста, зачем нужно было год мучить людей и возбуждать это уголовное дело? Андрюшенька, тебя оправдали, родной мой. Закончились наши бытарства с тобой. Все, оправдали тебя. Ни в чем не виноват. Я рада, я очень рада, честно говоря, что этот кошмар закончился, понимаете, который длится уже с 17-го года. Кстати, по закону, в случае установления невиновности обвиняемого в преступлении человека, он может рассчитывать на компенсацию за понесенный в результате следственных действий ущерб. Но за эту компенсацию нужно судиться. Родственники покойного Андрея Лебедева пока еще не решили, стоит ли связываться с еще одним судебным делом.